Говорит Черкесск Доброе утро, уважаемые радиослушатели в студии Валерия Докужиева. Я рада вновь приветствовать всех, кто присоединился к нам в новом 2018 году. На календаре сегодня вторник, 9 января. И по традиции календарь значимых событий. Итак, сегодня день Республики Сербской. День принятия резолюции об отделении Меджумурия от венгерского государства. В этот день, в 1769 году, в России введены первые бумажные деньги. Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций. В 1792 году был заключен Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну. А в 1877 году было организовано Всероссийское театральное общество. Сегодня это Союз театральных деятелей России. В этот день, в 1932 году, в руинах Монт-Альбан обнаружен клад XIII века, принадлежавший народности Сапотеки. А в 1951 году было официально открыто здание штаба квартиры ООН в Нью-Йорке. Ну а в 1969 году состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд». В этот день родились такие известные люди, как 37-й президент США, который вошел в историю как красный президент Ричард Никсон, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист Украины и Армении Сергей Параджанов, советский российский актер театра и кино Семен Фурман. Далее наш эфир продолжит музыка. Не переключайтесь! КОТОРУЮ НЕДЕЛЬЮ МЕТУТ МЕТУТ МЕТЕЛИ ЗИМНЕЙ САД ЗИМНЕЙ САД БЕЛЫМ ПЛАМЕНЕМ ОБЯТ ЕМУ ТЕПЕРЬ НЕДО ВЕСНЫ ЗИМНЕЙ САД ЗИМНЕЙ САД БЕЛЫМ СНОМ ДЕРЕВЬЯ СПЯТ ЗИМНЕЮТ ЗИМНЕЙ САД ЗИМНЕЮТ ЗИМНЕЮТ Кто прав из нас, кто виноват Зимний сад, зимний сад Белым пламенем объяв Ему теперь нет до весны Зимний сад, зимний сад Белым сном деревья спят Белым пламенем цветы снятся сны Наверно мы напрасно В былой вернулись праздник Когда такие холода И как другим прохожим Нам холодно, но все же Зачем-то мы пришли сюда Зимний сад, зимний сад Белым пламенем объяв Ему теперь нет до весны Зимний сад, зимний сад Белым сном деревья спят Но им как нам цветы снятся сны Но им как нам цветы снятся сны Но им как нам цветы снятся сны В эфире информационно-музыкальная программа «Республика» в студии Валерия Дагужиева В преддверии Нового года на главной площади Республиканского центра В торжественной обстановке главам муниципальных районов и городов Были вручены ключи от школьных автобусов и машин скорой помощи Подробности материали моей коллеги Булду Байрамуковой Этот день без преувеличения стал праздничным для всей республики Вернее сказать, для жителей всех районов и городов региона И, похоже, глава республики Рашид Бориспевич решил ввести еще одну традицию В преддверии Нового года преподнести населению новогодний подарок И уже не первый год, в последние дни декабря Социальные учреждения получают новые автомобили Школьные автобусы и кареты скорой помощи И в этот раз, только что сошедшие из заводских конвейеров 25 школьных автобусов и 15 машин скорой помощи Отправились в отдаленные населенные пункты Карачаева-Черкесии Новый, современный, специальный, оснащенный по последнему слову техники транспорт Заменит уже отслуживший свой срок эксплуатации И не соответствующий требованиям безопасности перевозок детей И оказания медицинской помощи По поручению главы региона Основная часть машин будет служить населению, проживающему в горной местности На торжество приехали главы районов и городов Представители лечебных и образовательных учреждений Не скрывали свои радости и водители Которым доверено было управление данным транспортом Поздравил всех с новым 2018 годом Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и вручил ключи от новых машин их обладателям Добрый день, уважаемые земляки, дорогие друзья Сегодня мы с вами делаем очередной шаг на пути успешной реализации программы нашего президента Владимира Владимировича Путина По обновлению автопарков в сферах образования и здравоохранения Мы прекрасно понимаем, что 25 новых школьных автобусов Это не только возможность детям безопасно и комфортно добираться до школы и возвращаться домой Это еще и повышение доступности их участия во многих выездных мероприятиях Программах дополнительного образования регионального уровня У нас в республике живут умные, талантливые дети И мы должны приложить все усилия, чтобы вне зависимости от того, где они учатся В столице Карачаева-Черкесии или в небольшом населенном пункте Они могли получить качественное образование, реализовать себя в спорте и других сферах деятельности С удовольствием сегодня хочу вручить ключи от новых автобусов Оборудованных в соответствии с современными стандартами безопасности Еще и потому, что впереди новогодние каникулы, которые так ждут и любят дети И благодаря этим автобусам у них теперь есть прекрасная возможность посетить все праздничные мероприятия Отдохнуть и запастись положительными эмоциями Что касается здравоохранения, то медицинские организации республики Также в рамках президентской программы сегодня получат 15 автомобилей скорой медицинской помощи И возможно, благодаря оперативности врачей будет спасена не одна человеческая жизнь А всем водителям, которые сегодня сядут за руль этих автомобилей Желаю безопасной и безаварийной работы Еще раз поздравляю всех с пополнением, обновлением автопарка А также с наступающим новым 2018 годом Желаю всем здоровья, мира и благополучия Вам и вашим родным С праздником! Этот поистине королевский подарок был по достоинству оценен делегатами из районов Не только красивый вид, дизайнер, возможности автомобилей понравились зрителям Их удивило оснащение, благодаря которому ответственные лица смогут не только выполнять свои служебные обязанности на высоком уровне Пациенты будут получать всю необходимую первую помощь, а пассажиры будут в безопасности С благодарственным словом к Рашидор Тимрезову обратился глава Прикубанского района Хусейн Казиев За 15 лет моей работы главой администрации Прикубанского района Впервые столько автобусов и столько скорой помощи Многие могут сказать, что да, это федеральная программа Но я абсолютно уверен, что это было после усиленного обращения Рашид Бориспевича в соответствующие структуры Потому что могли бы и пятью автобусами, и десятью автобусами Потому что я сравниваю наш район с Андроповским районом Второй Польской Украины Скажу честно, положение 1 к 4, вот такое Спасибо вам, Рашид Бориспевич Напомним, что на сегодняшний день служба медицинской помощи, где используются чуть более 100 автомобилей Обслуживаются 160 тысяч вызовов А 15 единиц новых машин станут хорошим подспорьем в оказании экстренной медицинской помощи А 25 автобусов разгрузят насыщенный график школьных рейсов по 68 маршрутам Учащихся 75 образовательных учреждений, расположенных в отдаленных населенных пунктах А это более 3 тысяч учащихся Я, наверное, птица ручная Только вот нет рук для меня Иль страна моя небольшая Иль большая, но не моя Птицы пролечу, не поймаешь Улечу, взмахнув я крылом Ты меня еще ведь не знаешь Ты меня узнаешь потом Пролечу я над господами Господа, вы мне не земля Вы меня не трожьте руками Ваши руки не для меня Крылья обломать, деньги птицы Может каждый, кто не летал Кто никак не может смириться Кто летать мечтал Ваши руки не любят Только вам без птиц-то нельзя Может, кто меня и осудит А может, и поймет, кто меня Я взлечу до самого солнца А могу и камень вниз Открывайте ваши оконца Песни буду петь в обновисть Доброе утро, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Республика» У микрофона Валерия Дагужиева Сегодня 9 января Эксперты Общероссийского народного фронта В Карачао-Черкесии составили рейтинг качества и скорости реагирования муниципальных и городских округов региона на обращения граждан, оставленные на интерактивной карте свалок проекта «Генеральная уборка». Общественники составили рейтинг муниципальных образований не только по критериям количества свалок, но и качество реагирования исполнителей на сигналы граждан. Подробности в материале Умара Тикеева. Еще в 2017 году главой республики на основе предложенных активистами общественных предложений было дано поручение о назначении ответственных должностных лиц в органах местного самоуправления и указано на необходимость прямой работы с интерактивным ресурсом. Несмотря на это, эксперты отметили, что на конец прошлого года местные власти отреагировали всего на 39% сигналов. По словам координатора проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Карачао-Черкесии Азамата Ужахова, ответной реакции со стороны большинства муниципалитетов отсутствует. Свалки либо не убраны, либо не предоставлены сведения о проведенной работе. По последним данным порядка 50 уже даже свалок, там две свалки еще новые непроверенные. Из них более 20, это вот 23. Также вот сегодня и помимо добавленных свалок, также и от муниципалитетов сегодня пришли ответы какие-то свеженькие, что там были свалки убраны. То есть порядка более 40% уже на сегодняшний день. На момент составления рейтинга было в районе 40%. Рейтинг этот составлялся по итогам форума действий «Россия. Устремленное будущее», который проходил 18-19 декабря в Москве с участием лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина. Был составлен рейтинг в целом регионов, ну а мы уже исходя из этого составили свой рейтинг по районам. И лидером у нас на сегодняшний день, безусловно, является Черкесск, это столица наша. Там у них, что касается реагирования, то есть ответов на наши запросы о свалках, также это и что касается фактической работы, то есть уборки свалок. Они довольно быстро, довольно в оперативном режиме убирают свалки. Ну, знаете как, сознательность, наверное, наших граждан еще находится, но не на том уровне, на котором нам хотелось бы. И зачастую на тех же местах, где была свалка месяц назад убрана, появляется вновь горный мусор, то есть люди просто несут этот мусор туда же и оставляют его там. И вот, на мой взгляд, именно этот проект генеральной уборки и вот карта свалок направлен именно на изменение сознания людей. На основе рейтинга эксперты Общероссийского народного фронта отметили лидеров и аутсайдеров. В лидеры по оперативному реагированию, кроме республиканской столицы, вошли Адыгехабльские и Усть-Джигутинские районы. С этим, конечно, дело похуже обстоит. Это Малокарачаевский район. Ну, кстати, вот тоже должен отметить, что, по-моему, сегодня и от них уже какой-то ответ пришел. Малокарачаевский район, город Карачаевск, Ногайский район и Абазинский район. Ну, тоже, по-моему, от кого-то из них уже пришло. Но это только вот по итогам повторно направленных писем. А запросы нами делались вот начиная, ну, грубо говоря, вот проект стартовал с февраля. Вот весна на раскачку пошла, вот летом более активно. И запросы летом направлялись вот только спустя полгода и только лишь после повторного. И я так понимаю, что сверху был какой-то толчок. Люди начали работать и отвечать, да, что-то. А так вот, да, Малокарачаевский район у нас был среди аутсайдеров. Там пять свалок и ноль отреагировано было, ни одного письма. Не было у нас сведений, по крайней мере, хотя вот, по-моему, там что-то убрали они. Но они нам об этом не сообщили. И вот, ну, на мой взгляд, это серьезное упущение, поскольку на сегодняшний день карта свалок уже принята как официальный инструмент, согласно поручению главы нашей республики, сформированных по итогам прошлого даже года и в этом году. И главам муниципалитетов рекомендовано ориентироваться именно на карту свалок и вести диалог с нами, с Афганистическим народным фронтом. То есть, убрал ты свалку, ну, грубо говоря, напиши, приложи фотографии, ну, это буквально пять минут займет. В начале этого года интернет-ресурс Общероссийского народного фронта «Интерактивная карта свалок» будет передан Министерству природных ресурсов и экологии России. Присутствие общественников в проекте сохранится на уровне общественного совета, куда планируют войти и эксперты Народного фронта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В беседе нашего журналиста Руфины Ковалевой С одним из самых известных В регионе гинекологов Руководителем Республиканского центра Планирования семьи Руфины Байчоровой Добрый день, Руфина Рамазановна Добрый день, уважаемые радиослушатели Большое спасибо, что вы пригласили меня На эту передачу Рождение детей Один из самых важных моментов В жизни любого человека Для каждого он наступает в разное время И главное, чтобы в этот период Организм не имел проблем Которые могут помешать Осуществлению мечты Но даже если возникли какие-то проблемы То квалифицированная медицинская помощь В большинстве случаев Может их решить Но понятно, что ЭКО является Наиболее эффективным методом При самых серьезных патологиях Которые могут помешать Нормальному зачатию ребенка Однако задачи центра планирования семьи Насколько мне известно Более широкие, чем назначение пациентам Именно метода ЭКО Есть такое понятие, как индекс здоровья Вы знаете, к нашему большому сожалению В данный момент практически здорового С ног до головы человека найти очень трудно Отражается снижение этого индекса здоровья Общего самочувства Конечно, и на репродуктивной функции Центры планирования семьи Вообще создавались для того, чтобы Знаете, сохранить репродуктивный потенциал населения И на самом деле, да, потом как-то стало основное направление ЭКО, оно такое модное стало, новомодное Люди поняли, что проблемы с зачатием нерешабельные Ранее стали возможны к решению, подлежат вернее решению Но на самом деле функция центра планирования семьи Это курация пациентов практически от момента детства Так как в нашем штате есть врач-увенолог До момента угасания репродуктивной функции Правильного вхождения в такой трудный период Как менопаузальный, постменопаузальный период То есть фактически мы отслеживаем Жизнь женщины отслеживаем с точки зрения медицины Естественно, от момента детства От момента, потом далее, пубертатный период До момента угасания функции До менопаузального И, конечно, огромную роль отводим К тому, чтобы репродуктивная функция Была реализована пациентами полностью Тем более, что в нашей стране Сейчас это весьма актуально Политика правительства направлена на то Чтобы поднимать рождаемость На самом деле, знаете, это очень отрадно Когда мало того, что женщины могут рожать Им помогают в этом Так еще и определенная материальная поддержка Оказывается женщинам, которые хотят иметь Второго там и последующих детей На самом деле это очень хорошо А вот исходя из вашего богатого Многолетнего медицинского опыта Что вы можете сказать насчет статистики Мужского и женского бесплодия В Карачаево-Черкесии? Спасибо за ваш вопрос Вы знаете, на самом деле Когда я только начинала практиковать В гинекологии Получилось так, что Из практики гинекологической Меня как-то сразу забрали Из оперативной Забрали в амбулаторную И мне эндокринология Вот тема бесплодия Были очень интересны Ну и как-то прозвучала такая фраза Это было много лет назад Я уже все-таки опыт определенный имею И прозвучала такая фраза Да ну что вы, бесплодие на Северном Кавказе Да нет, ребят, ну совершенно как бы не тема Тут рожают многое часто Семьи с большим количеством детей А мужское бесплодие Это вообще раньше считалось Вот вроде как-то Тема закрыта Вроде как-то человек вообще обидел, да Но на самом деле факты вещь упорная, упрямая А статистику мы введем И я вам хочу сказать Вот все нозологии, да, бесплодие Они кодируются по МКБ Международная классификация болезней И ты выставляешь процент Поэтому МКБ Там бесплодие такого генеза Женский, мужской Сочетаны И если раньше мы женское бесплодие Кодировали много Мы его выставляли в отчетах Как ведущую нозологию То на данный момент Я смело могу утверждать Что фактор мужской Занял половину этой структуры И прогнозировать, конечно, я не берусь Но я не думаю, что этот процент упадет В плане прогрессии мужского бесплодия К сожалению, так И женское, наверное, пополам где-то поделю Ну и сочетанные факторы Ну сочетанные их как-то отдельно не выделишь Это и тот, и тот И женский, и мужской факторы Современная наука развивается Что называется семимильными шагами А какие инновационные технологии Преодоления бесплодия В вашем рабочем арсенале И какие высокотехнологичные услуги Доступны пациентам Республиканского центра планирования семьи? На самом деле, да, современная наука развивается Развивается медицина В Карачаево-Черкесии, конечно же, происходят позитивные изменения И я хочу сказать, что с развитием службы ОМС Обязательного медицинского страхования Стали жителям Карачаево-Черкесии И довольно давно стали Доступны такие методики, как, например, лапароскопия Гистероскопия Если раньше мы выезжали за пределы Карачаево-Черкесии Чтобы получить эти вмешательства То теперь совершенно спокойно Мы, не выезжая из родной республики Все можем получить тут И вот, например, процедура гистероскопия Она проводится в перинатальном центре Это такая процедура, когда в женском органе Это полый орган Он похож на мешочек, да? Условно, грубо говоря Я так буду объяснять образно И внутри этого органа имеется патология Которую, например, не видно на УЗИ Или видно, но не могут отдифференцировать Что же это такое? Вот тогда применяется гистероскопия Когда доктор входит специальным аппаратом В полость органа Я так, чтобы создать ассоциацию Скажу, ну это как будто вы вошли в комнату И видите, что развешено по стенам Вот так же точно входит в полость органа Доктор видит, какая патология находится в этом органе И мало того, что диагностика проходит онлайн Доктор также может провести и вмешательство Убрать там, допустим, полип Или диагностировать гиперплазию Убрать ее Да, мы применяем такие методики И рады видеть вас в любой момент Пожалуйста Разумеется, само создание центра планирования семьи Вообще явление очень важное Важное достижение для медицины нашей республики Но не менее важно, какие специалисты трудятся Действительно ли они способны вызвать доверие пациента Выстроить диалог продуктивный И помочь будущим родителям Расскажите, пожалуйста, о своих коллегах Которые консультируют и лечат спружеские пары И каких успехов удалось уже достичь Ой, спасибо за вопрос Очень объемный вопрос Вы знаете, вот касательно специалистов Что такое специалисты? Знаете, тут вот так Опытцы на ошибок трудных Во-первых, есть такое в данный момент понятие Как непрерывное медицинское образование Сайт специально создан И доктора вот сейчас иметь какие-то пробелы В общении с пациентами Или там пробелы в знаниях Это весьма чревато Потому что весь интернет открыт Вы знаете, диалоги с пациентами выстраиваются так Чтобы было удобно пациентам Все мы оснащены, слава богу, и телефонами И какими-то средствами связи Диалог ведется всегда И вот, допустим, пациенты Если у них какие-то вопросы возникают к доктору Они могут озвучить это и врачу самому И руководству, учреждения условно То есть касательно того, ведется ли диалог Он ведется однозначно Причем он ведется и на приеме И постприемно Вот, допустим, все врачи нашего центра Они доступны по телефону Это я говорю совершенно ответственно, совершенно серьезно А также по поводу обучения Ну да, конечно, мы учимся Для этого Вы знаете, учиться это очень интересно Мы все ездим Вот не далее, чем на прошлой неделе Вернулась одна наша доктор с обучения Со второго числа вступает на обучение Врач ультразвуковой диагностики и так далее Мы двигаемся вперед, на самом деле, да Мы стараемся Ведем мы непрерывную работу Со своими коллегами Которые достигли определенных успехов в профессии Потому что однажды вот я запомнила на всю жизнь одну фразу Я была на международном конгрессе по вопросам репродукции Попав на этот конгресс Я услышала такую фразу Как кража репродуктивного возраста И врач, по-моему, он был с Испании Он так обвел взглядом аудиторию Говорит, коллеги, друзья, я прошу вас Не допускайте кражи репродуктивного возраста Если доктор условно не справляется с диагнозом сам Он там не встречался с этой болячкой раньше Ну, конечно, он будет консультироваться со своими коллегами Потому что мало того, что мы хотим помогать людям Ну, врачи, это как-то так заведено Ты хочешь помочь и скорее, и не затягивать весь процесс лечения Но если ты не справляешься, то ты однозначно сотрудничаешь Мало того, это предполагают и твои стандарты ведения этой болезни Конечно, ты сотрудничаешь с очень многими коллегами И, как правило, ты находишь ответ Мало того, я и мои коллеги, мы практикуем такие онлайн-консультации И в завершении нашей беседы какой совет вы бы дали нашим радиослушателям? Мне очень жаль завершать беседу Спасибо, что вы меня позвали Вы знаете, так интересно, когда тебя слушают Хочется говорить и что-то рассказывать Спасибо вам большое Я вам всем хочу пожелать, мои дорогие друзья, здоровья Счастье, мирного неба над головой Это так важно На самом деле для счастья так мало нужно, чтобы рядом были те, кого ты любишь Кто тебя любит, чтобы было светлое небо Чтобы ты был уверен в завтрашнем дне На данный момент у большинства из нас это все есть Вот знаете, как говорят американцы Good news, no news Вот пусть никогда у вас не будет плохих новостей, дорогие друзья Руфина Рамазановна, я хочу вас поблагодарить за участие в нашей программе За содержательную беседу Пожелать огромных успехов в вашей благородной работе Чтобы вы помогли еще многим и многим семьям в Карачаево-Черкесии Стать счастливыми родителями А нашим уважаемым радиослушателям я напоминаю, что гостьей программы Сегодня была руководитель Республиканского центра планирования семьи Гинеколог Руфина Байчурова Спасибо, мам! Милая, спасибо За солнце, свет и эту небоси Ты ничего у жизни не просила Гордилась, что растет любимый сын Ты ничего у жизни не просила Гордилась, что растет любимый сын Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне И я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе Благодарю за сердце золотое За нежность, что дарила мне Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо, мама, милая, спасибо За все печали, что принес тебе Субтитры сделал DimaTorzok Любовь и нежность Любовь и нежность Матери я знаю Нет, в этой жизни ничего сильней Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне Спасибо, мама, милая, спасибо Я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принёс тебе Я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принёс тебе На протяжении всего существования Пенсионный фонд России работает достаточно активно и плодотворно. Сегодня это крупнейшая федеральная система оказания государственных услуг в области социального обеспечения. Далеко не секрет, что для многих россиян выплаты Пенсионного фонда являются основным источником средств к существованию. В России насчитывается порядка 43 миллионов пенсионеров. Более 123 тысяч из них проживают в Карачаево-Черкесии. Но не только люди старшего поколения обращаются в фонд. Наряду с ними молодые семьи получают здесь сертификаты на материнский капитал и решают другие не менее важные вопросы. Заместитель управляющего Пенсионным фондом России по Карачаево-Черкесии Ирина Тамбиева пояснила, что среди россиян нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума. Все неработающие пенсионеры получают социальную доплату до уровня прожиточного минимума. В республике более 57 тысяч человек являются федеральными льготниками. Также в республике не осталось получателей пенсии, чей средний душевой доход был ниже прожиточного минимума установленного в республике. Это 8 410 рублей. То есть всем таким гражданам была установлена федеральная социальная доплата. Ее в республике получали более 18 тысяч человек. Также Пенсионный фонд в 2017 году осуществил выплату единовременных средств в размере 5 тысяч рублей. На эти мероприятия было потрачено в республике 614 миллионов рублей. Единовременную выплату получили все пенсионеры, независимо от факта работы. И это касалось и гражданских пенсионеров, и пенсионеров от различных военных ведомств. В результате 5 тысяч рублей получили порядка 122 тысяч человек. В целом было потрачено отделение пенсионного фонда на социальное и пенсионное обеспечение. Такие расходы составили 18 миллиардов рублей. С 1 января 2018 года страховые пенсии, в том числе фиксированные выплаты неработающих пенсионеров, были увеличены на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982 рубля 9 копеек в месяц. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырастет до 12,7 тысяч рублей. Мы ожидаем увеличение среднего размера страховой пенсии по старости до 12,7 тысяч рублей. Будут пересчитаны федеральные социальные доплаты гражданам, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума установленного республики на 2018 год. Он увеличился и составил 8 618 рублей. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению планируется повысить с 1 апреля 2018 года. Повышение составит 4,1%. В итоге размеры социальных пенсий увеличатся до 9 400 рублей. А детям, инвалидам и инвалидам с детства первой группы до 12 600 рублей. В августе мы также проведем традиционную корректировку пенсий работающих пенсионеров. Ирина Викторовна отметила, что в рамках реализации программы государственной поддержки семьи за 2017 год пенсионный фонд по Карачао-Черкесии выдал около 2000 сертификатов на материнские капиталы. Самым популярным направлением распоряжения остается улучшение жилищных условий. На эти цели 99% заявлений подается. С начала действия программы в республике улучшили жилищные условия 15 377 семей. Были поданы заявления на оплату образовательных услуг в республике таких заявлений 439. И 4 женщины распорядились средствами материнского капитала на накопительную пенсию. За все время действия программы в республике было направлено более 6 миллиардов рублей на распоряжение средствами материнского семейного капитала. Ирина Викторовна заверила, что и в наступившем 2018 году пенсионный фонд продолжит вести активную работу, направленную на развитие электронных сервисов. Сегодня электронные сервисы пенсионного фонда доступны не только на сайте фонда и портале госуслуг, но и в качестве мобильного приложения. Были открыты личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда, были расширены возможности подачи заявлений практически уже на все виды социальных выплат. Это и пенсии, ежемесячная денежная выплата, федеральная социальная доплата. Можно было подать заявление на различные виды перерасчетов, на установление компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. Также было в 2017 году презентовано мобильное приложение для смартфонов, где также можно воспользоваться услугами пенсионного фонда в электронном виде. В республике в целом воспользовались услугами именно электронными 12,5 тысяч человек. При этом очень популярными были услуги по подаче заявления на назначение и на изменение способа доставки. В республике таких заявлений было подано более 10 тысяч. В целом доля услуг пенсионного фонда, которые предоставляются в электронном виде, составила 63% по республике. К концу года мы ожидаем, что воспользуется электронными услугами более 70% нашего населения. Уже с 1 января 2018 года в России начала работать Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая поможет учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан. Ну и, наверное, стоит отметить новые проекты пенсионного фонда. Это внедрение Федерального реестра инвалидов Единой государственной информационной системы социального обеспечения, ЕГИСО. Запуск этих двух программ позволит учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджета всех уровней. Их реализация даст возможность повысить эффективность социальных расходов и уровень информированности граждан. То есть будут открыты личные кабинеты инвалидов, где каждый гражданин может получить информацию о своих социальных льготах. В 2018 году Пенсионный фонд планирует совершенствовать работу этих двух федеральных программ. Будет расширено количество поставщиков информации в эти федеральные системы. Ну и в заключении, наверное, хочу поздравить всех своих коллег с праздником. Пусть наш благородный труд приносит удовлетворение каждому, приносит заслуженное внимание и тепло наших клиентов. От всей души желаю счастья, здоровья и, наверное, благополучия в наших семьях. Ирина Викторовна заверила нас, что в 2018 году Пенсионный фонд продолжит исполнение всех возложенных на него обязанностей, в том числе предпримет все меры по совершенствованию пенсионной системы. На этом информационно-музыкальная программа радио Карачао-Черкесии Республика подошла к концу. Программа подготовлена корреспондентами службы информации, звукорежиссер-оператор монтажа Мурат Аджиев. В студии работала Валерия Дагужиева. Мы с вами прощаемся. Желаем плодотворного рабочего дня, оптимизма и пусть ваше лицо не покидает улыбка. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok